Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в Магнитогорск! Всем доброе утро! Я в своих неизменных гидрогелевых патчах каких-либо, но сейчас кто меня смотрит, тот знает, что я пользуюсь вот этими пятифри корейские гидрогелевые патчи Gold. И вы знаете, я вообще люблю каждое утро начинать с песни. Знаете, с какой? Как вы думаете? Секунду на размышление. Вера Брежневой. Доброе утро, мои родные люди! Она мне как-то, знаете, заряжает позитивом и поднимает настроение. Так, ну что, вчера произошел окрас волос. Были вопросы, какой я краской крашу на данный момент волосы, и я вам покажу. Неизменно, последнее время, очень давно и долго, крашу краской от Reflame. Только поменяла цвет. Был у меня 3.0, а теперь у меня 5.25. И вот, знаете, такой отлив у меня получается, какой-то шоколадный, я бы так сказала. Довольно-таки интересно. Была у своего парикмахера, и он мне говорит, ой, как же это называется? Вот нужные фразы исчезают в самый ненужный момент. Он мне говорит, обычно делают здесь какой-то другой оттенок цвета, а у вас, Наталья, говорит, вот здесь. Я говорю, ну, потому что я красила краской 3.0, а она, знаете, на моих волосах дает такой оттенок черный. И получается, что я сейчас не хочу вроде как быть черной, вот крашусь этой краской. И получается, что у меня вот здесь такой немножечко другой цвет, а здесь переход в темный. Но это по жизни вообще незаметно. Он, конечно, специалист и мастер, он определил быстро все и сразу, но как бы, как сказать, мы, так скажем с вами, особо это не увидим. Что еще интересного хотела вам показать? Даже не то, чтобы показать, я вам уже это показывала, а ответить на большой возникший интерес к вот такому продукту, который я купила в аптеке Тиогамма. У нас в городе он стоит 190 рублей, ну, по крайней мере, я купила его за столько. Девчонки мне написали из Питера, что там стоит 170. Ну, в общем, не критично, примерно, примерно вот такой ценник. Что же это такое? Показываю вам ближе. Это Тиогамма, вот такой вот раствор, 50 миллилитров. Концентрация здесь, не знаю, для инфузии 12 мг миллилитров. В общем, не знаю. Мне это ни о чем лично не говорит. Препарат, который используют очень многие косметологи, после мезороллеров, с мезороллерами, там еще в каких-либо процедурах. Ну, в общем, как я пользуюсь дома. Вот, видите. Все, что я сделала, это я еще купила дополнительно шприц, как я вам и говорила. Ничего не колю, кроме пузырька. Шприц именно нужен для этого. В комплекте с этим препаратом идет вот такой вот мешочек. Я, в общем-то, его и поместила в этот черный пакет, одела резинку свою и вот так завернула. И храню этот препарат в холодильнике. Эта штука как бы сыворотка для лица. То есть, я заменяю свою сыворотку, которую я, допустим, наношу под крем. Сейчас я пользуюсь вот этой вот серией Эко Бьюти. У меня есть такая же сыворотка. Иногда я заменяю вот на вот эту сыворотку. Я иголку там не оставляю, чтобы не попадал воздух. Я каждый раз прокалываю вот эту вот резиновую крышку и достаю оттуда вот этот вот препарат. И уже наношу его капельно на лицо. Поэтому интересно мне самой. Думаю, что интересно и вам. И вещичка такая, ну, как бы, я считаю, что недорогостоящая по сравнению с тем, сколько стоят вообще сыворотки. Ну, наверное, порядка от, не знаю, ну, более-менее хорошая. От 800 рублей и выше, выше, выше. Цельник уже там не ограниченный, как бы, в цене. Поэтому я считаю, что за 190 рублей это вообще просто вещи очень дешевые. Конечно, за границей этот препарат Тиогама стоит намного дороже. Вот. Но я его наношу, конечно же, после того, как сейчас я сниму вот эти вот гидрогелевые патчи. Нанесу тоник. Сейчас у меня тоник вот такой с муцином улитки от фирмы Тиандэ. Мне очень нравится. Он такой, знаете, как гелеобразный. Интересный очень. В общем-то, его наношу. Потом нанесу крем для век. И покажу вам, как наношу этот препарат. Что я нанесла крем для век, нанесла тоник. Прокалываю. Ну, то есть ничего сложного, тюченки. И там вытаскивайте, сколько вам надо. Такая вещица, знаете, которую хочется наносить не только на лицо, но еще и наносить и на область декольте. Ну и все. То есть из шприца уже... В общем, я вам такие банальные вещи показываю. Думаю, что вы лучше меня догадались. Для чего это все? Ну и вот так вот сразу же распределяю по лицу. И что хочу сказать. Это не зависит от того, сколько вы нанесете. Много, мало, абсолютно нет. Это зависит от количества и чистоты. То есть как часто вы будете применять вообще этот препарат. То есть препарат нужно применять курсами. Мы нанесли, ну, наверное, применение, так скажем, может быть, недели 2-3 утром-вечером. После этого можно сделать перерыв. Во-первых, оценить свою кожу как что. Ну, даже у меня, в принципе, многовато получилось. Вот, ну, в общем-то, можно это вот как раз-таки, сколько я взяла, хватит еще на эту область груди. Ну и все. Она впитывается очень быстро. Не создается никакой пленки, никакого вот, не знаю, эффекта. И после этого я уже наношу и распределяю любой дневной крем. Пробовала я наносить без крема вечером. Первый пробный мой вариант был. Потому что, чтобы посмотреть, есть ли какая-то реакция, нету какой-либо реакции, там еще что-то. Ну, как бы, почему-то я не стала. Вообще вам советую, конечно, потестируйте вот на этой области. Капнули, нанесли и посмотрели, будет реакция аллергическая или нет. Ну, я на себе смело начала наносить на все лицо. Если у вас есть время, вы можете сделать вот на данном моменте гимнастику для лица. Даже те упражнения, которые я вам уже показывала. Но я хочу попробовать снова аппарат, который я вам показывала уже. Видели, не видели. Интереснейшая штука. Посмотрите в другом видео, которое я вам уже снимала. Вот он щелкнул. Вот его включаю. Я включу зеленый режим. Добавлю еще сюда. И вот зеленый режим, он работает с куперозом. И как бы глазки нужно закрыть. И увеличу действие сыворотки, крема, все, что у меня есть на лице. И вот такими вот движениями буду работать щечками. Или с той области, где у вас купероз, крылья носа, еще там что-то. Вот я его убираю вот так вот. И самое главное, вы знаете, вот эти вот движения вот в эту сторону, это есть лимфодренажный. Лимфомассаж, в общем-то. Не дренажный, а лимфомассаж. Вот как раз таки движение лимфы на лице, оно вот отсюда уходит вот сюда и вот сюда. И там все вот такие вот тоже движения делаются. Но нужно делать его на такой скользящий какой-нибудь препарат, допустим, масло, кокосовое, любое другое. Вот. Если у вас здесь какие-то покраснения, то тоже с этой областью можно и поработать и вот здесь. Можно это делать медленными движениями, но сейчас у меня не так много времени. Но хочется применения аппарата тоже на себе. Потому что аппаратом нужно пользоваться каждый день. Каждый день. Так же как уходом, так же и аппаратом. Для того, чтобы мы боролись со старением. Потому что стареем мы каждый день. Никто его не отменял. В общем-то, в последнее время вам такие вот все косметические, так скажем, влоги. Ну, я думаю, что эта тема, ну, напишите, как вы считаете. Мне кажется, эта тема очень многим интересна и близка. Потому что, как бы, зрителей на моем канале, в основном, я статистику смотрю, возраст, как я и старше. Вот. Поэтому эта тема, я думаю, что очень интересна. Аппарат переключить запросто можно на другой цвет. Допустим, красненький. И поработать вот уже вот с этой вот зоной. Вы знаете, он такой пощелкивающий. Ощущений каких-то болезненных или еще чего-то абсолютно нет. Если, конечно, увеличить, может быть, интенсивность. Ну, я пока интенсивность не увеличиваю. Именно вот на самой, как бы, слабой работаю. И я считаю, что для начала даже адаптации лица, кожи на лице, этого достаточно. И заодно такой и массаж, и усиливающее действие кремов и сывороток. Все, в общем-то, происходит заодно. Но ничего сложного, штука, я думаю, что очень достойная, интересная. Но мне, по крайней мере, очень нравится. Так что, ой, интересный гаджет. Можно еще поделать вот такое вот, знаете, с утреца упражнение. Самые быстрые два упражнения сейчас вам покажу. Когда нет времени и вообще нет возможности всем этим заниматься. Да, утром встали, все бегом. Вот так вы делаете, такими небольшими надавливающими движениями в течение минутки. Потому что все лицо, оно опускается вниз. Потеребите вот так вот волосы, чтобы сделать лифтинг лицу. И сделайте, ну давайте два, ладно, два упражнения на глазки. Первое упражнение это будет на глаза, а второе с бровями. Первое упражнение ставим вот так, пальчики. Смотрим вверх и подщуриваем. Не знаю, видно вам, не видно, как вам показать. Вот видите, как. Заставляем вот это нижнее веко делать работу верхнего века. И гимнастика для лица, да, для лица, для этого века. Вот так. И следующее упражнение мы делаем с бровями. Проводим вот так и вверх. Проводим, разворачиваем пальцы и вверх. И наши бровки уже приподнимаются. Вот. Ну что, мы уже, смотрите, как бровь поднялись. Да? И тут нависшая века, если у кого есть, тоже будет подниматься, соответственно. Вот. Можно еще вот такими вот продавливающими движениями сделать по веку. Только в сторону роста волос. Вот так. Обратно не идем, только в эту сторону. И, в общем-то, наши брови расправляются, поднимаются. Кто мне писал, придумываю ли я сама эти упражнения? Нет, не придумываю. Ну все. Мы уже готовы с вами украшать мир, делать макияж. И вот такие вот утренние, быстрые процедуры я вам сейчас показала. Вот камеру и заодно вам покажу, что я пользуюсь патчами под глаза вечером. Вот такие большие тканевые патчи. Тианде я уже давным-давно вам показывала их. Вот они такие прям громаднейшие. Но тканевые, конечно, люблю и поняла, что больше результата, конечно, от гидрогелевых. Но по вечерам наношу такие тканевые. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Мы с вами обязательно увидимся завтра на моем канале, поэтому заглядывайте. Я вас обнимаю, очень крепко целую. И всем вам пока-пока.